Всем привет! Казалось бы, вот в декабре снимала влог массы, но сейчас я понимаю, что за эти две недели января я так отвыкла от камеры. Ну, надо как-то будет привыкать сейчас. Сегодня я хочу поговорить о минимализме и творчестве. О том, как начать рисовать и вообще заниматься творчеством, если ничего не умеешь, уверен, что не умеешь, если боишься, если никогда этого раньше не делал. И хочу рассказать, как я организовала свой творческий режим, свой творческий труд, чтобы у меня все получалось и мне было гармонично. Я с детства тянулась к рисованию, дала блокноты, обожала урок из ЗО, рисовала разное, но была этим поглощена не на все 100%. Я была не тем ребенком, которого отдали в художку или что-то такое. Я просто это делала для себя и все. И вовремя связать с этим полностью свою жизнь, когда была возможность в старшие школьные годы или поступить на какую-то специальность творческую, я не смогла, да и не факт, что хотела. Потому что никогда не горела этим всем рисованием, скетчингом, живописью. Не горела так сильно, как действительно талантливые люди, у которых с детства это проявляется и все. Но несмотря на то, что я практически осознанно отказалась от перспективы учиться на какой-нибудь творческой специальности, я всю свою жизнь студенческую завидовала этим арт-студентам. Вуз с художественными специальностями находился прямо напротив места, где училась я. И вот эти девочки с огромными ватманами, тубусами в каких-то ярких нарядах. Это так вдохновляло меня, и я действительно им завидовала. Мне казалось это так романтично и здорово, когда каждый твой учебный день наполнен творчеством. Когда ты учишься, растешь, и потом это станет твоей профессией на всю жизнь. Но на самом деле, как я узнала потом, у студентов, которые учатся на творческой специальности, у них очень много проблем, очень много трудностей и препятствий. У них огромное количество правил, норм, стандартов. Очень много всего нужно выучить, очень много нужно практиковаться, чтобы чего-то достичь в своей сфере. И для многих это становится впоследствии не призванием и не профессией, а бременем, которые ты теперь обязан нести. Я же осознала, что на самом деле всего, чего хотела, это просто рисовать скетчи для себя и никак не зарабатывать на этом. Всю свою взрослую жизнь, с 18 лет, это было одной из моих главных мечт, сделать рисование своим хобби, которым я буду гордиться, которым я буду с удовольствием заниматься и не чувствовать никакого страха и стыда за него. А ведь это все у меня было. Я даже не задумывалась о том, что буду делиться и показывать свои рисунки где-то в интернете. Инстаграм я завела вот буквально полгода назад с блокнотами и рисунками. Хотя рисую с 18 лет. Просто этот страх неумения, он настолько губителен, он настолько удлиняет весь период развития, что я думаю, те, кто его испытывает, понимают о чем я. Так вот, зачем-то же вы смотрите это видео, значит, чего-то боитесь. Вот этот страх перед рисованием, перед своими попытками, он будет всегда. И он будет неважно, впервые ли ты берешь кисточку в руки с акварелью на взрослую голову и хочешь что-то произвести на свет. Или просто хочешь попытаться освоить более большой формат бумаги, как это у меня сейчас. С маленьких блокнотиков я хочу перейти на формат А4. И мне страшно, и от этого страха никуда не деться. Потому что, как и во всем жизни, просто нужно пробовать. Просто нужно перешагнуть и попробовать. Чего я не знала в свое время, это того, что все эти страхи, они нормальны. Когда я смотрела на этих творческих студентов, студентов творческих специальностей, они казались такими уверенными в себе, такими мастерски обученными. Но нет, им тоже было тяжело. Разве что они более рано начали всему этому учиться. Все приходит со временем. И навыки улучшаются, и стиль вырабатывается. И уверенность в тебе, и в том, что ты делаешь, и в том, что это твое крутое хобби, которого не стоит стыдиться. Все это появится со временем. Главное помнить, что по сути людям плевать. Никто от тебя ничего не ждет. И нужно рисовать тогда, когда тебе хочется. Нужно не стесняться брать с собой бумагу и канцелярские принадлежности, когда ты идешь в кафе, когда ты идешь погулять на природу, когда ты с друзьями, когда ты один. Нужно не стесняться. Нужно принять себя и свое хобби, полюбить его. И всегда поощрять вот это свое хотение, свое желание им заниматься. Еще один главный момент, как, собственно, поощрять, как находить вдохновение. Вот здесь-то для меня и является самым главным. Это порядок и минимализм. Только когда ты уверен, и у тебя отобраны, и упорядочены все платформы, на которых ты ищешь референсы или авторов, вдохновляющих тебя. Только когда всего этого мало, буквально одна-две штуки. И каждый раз, когда ты страдаешь от безделья или скуки, ты знаешь, куда ты зайдешь, что ты там найдешь. И у тебя будет подъем. Ты не будешь метаться в интернете в поисках картинки, которую бы было классно перерисовать, или пейзажи, которые классно нарисовать. Только когда у тебя есть ограниченный, определенный набор цветов в палитре, инструментов, то есть ты рисуешь только карандашами или только акварелью, только тогда у тебя выработается уверенность в себе. Да, нужно искать то, что тебе подходит, пробовать разные материалы. Но на первых порах гораздо важнее преодолеть вот эти страхи, преодолеть неуверенность и не скупать скетчбуки, мольберты, краски акриловые и масляные, а освоить непосредственно то, что у тебя уже есть. Тот, кто всегда любил рисовать, не поймет, о чем я сейчас говорю, потому что на каждом уроке была тетрадка, которая просто была изрисована карандашами в скучные моменты урока. Но нам, людям, которые не всегда были, опять же, уверены в том, что стоит это делать, людям, которые стеснялись, которые боялись, для нас этот шаг очень важен. И только потом, со временем, когда пройдет вот это стеснение, когда пройдет период подражания, возможно, каким-то иллюстраторам, только тогда стоит начать пробовать что-то новое. Но, опять же, включая минимализм, никогда ничего не копить. Не копить ни папки на компьютере с картинками, которые вдохновляют, и также не копить пустые скетчбуки. Все должно расходоваться, утилизировал, заменил, без вот этого накопительства. Если вдруг хочется все забросить и полгода не рисовать, или вдруг увлечься чем-то другим, тоже в этом нет ничего предосудительного. Это абсолютно нормально. В этом и наше счастье, что это просто хобби. Это не приносит нам деньги, это ни к чему нас не обязывает. Если мы хотим, мы этим занимаемся, если нет, то нет. Это как чтение книги. Мы же не обязаны каждый день читать определенное количество страниц. Все по желанию. В целом, вот это вот развитие в каком-то увлечении, в данном случае я говорила о рисовании, это очень интересный путь. Главное, побороть эту боязнь своих мечт, своих желаний. И помнить, что никто от вас ничего не ждет. Это только ваше дело. И вы от себя тоже не должны ждать каких-то невероятных высот и результатов. И вы должны понимать, что с первого скетча никто не становился Бобом Россом. Это длительный и увлекательный процесс. И главное им наслаждаться. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, в чем-то была вам полезной. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok